Добрый день, дорогие зрители канала Растения Огры! Сегодня мы с вами поговорим о иве, или вербе, или, как ее называют по латыни, сайликс килмарнок. Итак, это штамп, это прививка, как вы видите. Вот в этом месте еще по камесь сохранились следы веревок, которые ее привязывали, и садового вара. Итак, если вы купили такую иву, как же ее подрезать по весне или осенью? Подрезка делается весной или осенью. Во-первых, я сейчас весна, и я уберу сухие витки, те, которые есть, и я хочу подрезать ее так, чтобы крона была красивой и пушистой. В конце концов, эта крона вырастает в огромный зонтик, где-то диаметром до, ну, наверное, полутора метров. Пока месть она еще молодая, вот еще сухая веточка, мы убираем ее, убираем под самый стволик, потому что здесь мы видим почки. Эти почки начнут развиваться, и крона будет делаться более пушистой. Итак, мы подрезаем иву. Мы хотим сделать ее длину, длину точнее ее веток, вот где-то вот так. Самое главное помнить, что внешняя почка, точнее, почка, под которую вы подрезаете, должна смотреть только наружу. Если вы сделаете так, что почка смотрит внутрь, ветки пойдут внутрь, и ива будет загущиваться и не очень симпатично смотреться. Вот здесь вот почечка у нас немножко вбок, мы ее убираем тоже. И вот так вот, здесь почка у нас смотрит наружу, вот она. Опять-таки подрезаем под нее. Внутренняя почка, это вот эта почка. До нее подрезать просто нет смысла. Представьте себе, если я сейчас подрежу ветку вот так, эта почка даст боковой отросток, и он пойдет в сторону ствола. Нам это не надо, поэтому я обрезаю по почку, которая смотрит наружу. И так каждую веточку. Весенние ветки выйдут и успеют одревеснить очень хорошо до осени. Поэтому убираем все, не жалея, не счастья. Как вы видите, я убираю сейчас внутренние ветки. Для того, чтобы дерево нормально росло. Вот эту ветку я тоже уберу, потому что в конце концов она вырастет в огромную, очень толстую ветку, которая будет мешать растению. Здесь тоже уберем, потому что оно сухое, только лишь по этому. И вот так. Подрезая иву, или вербу, или сайликс, как вам удобно это называть, так и называйте, не забывайте о том, что чем больше вы срезаете веток, тем пышнее и более крупной будет крона. И не бойтесь, самое главное, не бойтесь ее резать, главное вырезать правильно, чтобы боковая веточка смотрела наружу. Всего доброго! Смотрите наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok